Неужели телескоп Джеймс Уэбб только что заметил искусственный свет на планете Проксима Бе? Инструмент МИРИ телескопа JWST способен обнаружить крупные источники искусственного света на далеких планетах. Это первое реальное свидетельство техносигнатуры, вероятно, разумных форм жизни на другой планете. МИРИ — инфракрасный прибор высокого разрешения, который чрезвычайно чувствителен к инфракрасному излучению и поэтому может в любой момент обнаружить далекие мегаполисы и промышленные объекты. Это относится не только к нашей соседней системе Проксима Центавра. МИРИ может обнаружить искусственные источники света и потенциальные инопланетные города по всей известной Вселенной. Звучит фантастически, что мы можем сделать с помощью наших новых супер-телескопов. На Земле или из околоземного пространства мы теперь сможем легко обнаружить крупное поселение в пределах известной Вселенной. Мы уже достигли шедевра благодаря спектрометру МИРИ на JWST, а впереди нас ждет еще больше. В 2028 году в Чили будет запущен еще один мегателескоп. Экстремально большой телескоп ELT вновь затмит все, что было до него. С 39-метровым главным зеркалом этот телескоп будет смотреть в космос глубже и резче, чем когда-либо прежде. Нам нужны эти технические новинки, потому что наша жажда знания Вселенной еще далеко не утолена. Мы находимся только в самом начале изучения далеких миров, и нам нужны такие приборы, как JWST и ELT, чтобы исследовать экзопланеты на предмет следов жизни. Помимо возможности обнаруживать искусственный свет, исходящий от гигантских городов в космосе или внеземных аэродромов, скоро мы будем использовать новое секретное оружие. С помощью системы AER мы сможем обнаруживать следы растительности на далеких планетах. Разработки будут продолжаться и продолжаться. В поисках других видов в космосе мы будем использовать все более совершенные приборы и инструменты, пока не найдем и не установим контакт с другими формами жизни. Первые искусственные источники света на Проксиме B. Ученые давно мечтали об этом. Впервые с помощью телескопа они настолько точно заглядывают в соседнюю с нами звездную систему, что места жизни становятся для нас видимыми. Искусственный источник света на планете Проксиме B свидетельствует о наличии технологии, а значит и какой-то формы развитой жизни. Звучит безумно, но JWST сможет даже анализировать нашу собственную деятельность на Земле, основываясь на наших световых сигнатурах. Лучший телескоп всех времен и народов с помощью своих тончайших сенсоров легко уловит огни крупных городов, таких как Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро или Пекин. Он может отфильтровать искусственные световые следы аэропортов, крупных промышленных предприятий и даже космических станций от естественных световых излучений Земли. То же самое происходит и на Проксиме B. Впервые у нас в руках будет точный анализ того, где там находится жизнь, сколько искусственного света она производит и насколько механизированным может быть этот вид. Таким образом, мы совершили квантовый скачок в поисках жизни в космосе, и однажды у нас наверняка появятся технические средства для общения с другими цивилизациями. Если бы мы захотели отправить сообщение на Проксиму B, то на путешествие в одну сторону обычным способом у них ушло бы более четырех лет. И еще четыре года нам пришлось бы ждать ответа. В настоящее время все надежды возлагаются на разработку первых квантовых компьютеров. Кванты не знают ни фиксированного места, ни фиксированного времени. И как только мы разгадаем эту фантастическую технологию, мы разработаем квантовые средства коммуникации и будем общаться с далекими цивилизациями как бы в реальном времени. Тебе кажется, что это звучит как чисто утопия? Тогда держись крепче, потому что утопии часто очень быстро становятся правдой. Моделирование поверхности Проксимы B Это был 2016 год. И еще очень далеко до теперь уже вполне реальной эры Джеймса Уэбба, когда ученые мечтали об исследовании инопланетных миров. Тогда революционное моделирование предсказывало, как космический телескоп Джеймс Уэбб будет изучать поверхность экзопланеты Проксима B в неизвестном будущем. Эти симуляции были направлены на анализ атмосферных и тепловых свойств планеты. И конечно, к 2016 году исследователи уже мечтали выяснить, есть ли у Проксимы B атмосфера потенциально пригодная для жизни. То, что менее 10 лет назад было утопией, теперь стало реальностью. На тот момент моделирование уникальной орбиты Проксимы B уже показывало, что крайне интересная экзопланета находится в пределах обитаемой зоны своей родительской звезды – Проксимы Центавра. JWST будет проводить регулярные и всесторонние наблюдения за дневной и ночной сторонами Проксимы B. Эта планета вращается вокруг своей звезды по связанной орбите, подобно тому, как наша Луна вращается вокруг нас. Проксима B всегда обращена к своей звезде одной и той же стороной, а одна сторона всегда находится в тени. Реконструкция показала, что между дневной и ночной сторонами Проксимы B должна существовать экстремальная разница температур, если только у планеты нет атмосферы, которая перераспределяет тепло. Без атмосферы дневная сторона была бы пылающе жаркой, а ночная – ледяным холодом. С другой стороны, наличие атмосферы позволило бы теплу распределяться более равномерно, и именно это мы теперь можем выяснить благодаря JWST. Моделирование 2016 года показало еще больше. В пограничных областях между дневной и ночной сторонами могла бы существовать умеренная полоса. Звучит странно представить, что цивилизации существуют на планете, которая наполовину светлая, а наполовину темная, и что эти существа селятся на полосе, ширина которой, возможно, составляет несколько тысяч километров вокруг земного шара. Но это возможно. Нам нужно продолжать открывать свои горизонты и возможности в поисках других форм жизни в космосе. Чтобы быть по-настоящему уверенными, нам нужен реальный анализ. В 2016 году точные анализы химического состава атмосферы Проксимы-Б были еще мечтой. Сегодня JWST каждый день доказывает свою изобретательность и показывает нам точные профили анализов для миров, которые иногда находятся на расстоянии сотен и даже тысяч световых лет. JWST может распознать сигнатуру воды, углекислого газа и метана и уже сделал находку. Последний комплексный профиль был получен с экзопланеты К2-18b, где JWST обнаружил доказательство наличия в атмосфере четырех биомаркеров. Чем больше таких биосигнатур измерено вокруг планеты, тем больше вероятность того, что там может существовать жизнь. Особенно захватывающим являются потенциальные обнаружения озона, который считается сильным индикатором биологической активности, потому что он преимущественно образуется в результате биологических процессов в нашей атмосфере. Таким образом, К2-18b может оказаться обитаемым миром. Однако мы пока не нашли там никаких следов искусственного освещения. Эта планета может быть миром чистой воды, но это не значит, что она необитаема. Мы должны принять во внимание, что в воде есть разумная жизнь, возможно даже города, и мы должны учесть, что не все развитые виды имеют искусственный свет. У нас не так давно появилась лампочка, а между тем люди уже в древности были разумными и в какой-то степени механизированными. JWST обнаруживает рост растений на Proxima B. Космический телескоп James Webb JWST в первую очередь предназначен для наблюдения за Вселенной в инфракрасном диапазоне и проведения детального спектрального анализа далеких небесных тел. Что JWST еще не доказал, так это свою способность обнаруживать рост растений на экзопланетах. У JWST есть потенциал для этого. В поисках жизни в космосе мы должны полагаться не только на техносигнатуры и выбросы высокоразвитых видов. Мы также должны искать планеты, на которых могут быть только растения и животные или другие более простые формы жизни. JWST может предоставить косвенные доказательства роста растений, анализируя составляющие атмосферы и спектры отраженного света. Ученые называют эту технику Vegetation Red Edge или сокращенно VRE. Это спектральные сигнатуры, созданные отражающими свойствами растений в ближнем инфракрасном диапазоне. Когда свет проходит через атмосферу экзопланеты и отражается от ее поверхности, специфические узоры в отраженном свете могут указывать на присутствие хлорофила или других фотосинтетических пигментов. Обнаружение таких сигнатур все еще остается очень сложной задачей. Обнаружение AER требует чрезвычайно точных измерений высокого разрешения, на которые могут повлиять атмосферные возмущения экзопланеты и соотношение сигнал-шум. Хотя аппарат JWST предназначен для таких измерений, мы только сейчас начинаем использовать эти возможности, и исследователи, безусловно, становятся все лучше в поиске и обнаружении следов жизни в космосе. Мы живем в захватывающие времена, потому что JWST начал революцию в исследовании космоса, и это развитие продолжается. Прямое обнаружение роста растений или биологической активности потребует будущих телескопов и миссий, специально разработанных для поиска биосигнатур. Один из примеров — планируемый телескоп Лувойр. Лувойр расшифровывается как Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor, и этот будущий космический телескоп нацелен, помимо прочего, на еще более точное изучение свойств атмосферы экзопланет и обнаружение потенциальных биосигнатур, таких как спектральные линии AER. Лувойр сможет изолировать и анализировать свет от экзопланет даже лучше, чем JWST. Он сможет охватить большее количество диапазонов длин волн и, соответственно, провести более детальный спектральный анализ, который необходим для обнаружения растительной или биологической активности. Конечно, измерения Vegetation Red Edge также смогут обнаружить возможный рост растений на Проксиме B. Что же обнаружил чрезвычайно большой телескоп на Проксиме B? Возможно, ты сейчас задаешься вопросом, как чрезвычайно большой телескоп мог исследовать планету Проксима B, если сейчас он все еще строится в пустыне Атакамо в Чили. Ответ на этот вопрос довольно прост. И здесь исследователи создали симуляцию, чтобы задолго до запуска показать, как ELT будет сканировать небо своим впечатляющим 39-метровым первичным зеркалом. ELT станет самым большим оптическим и ближним инфракрасным телескопом в мире и окончательно вступит в строй в 2028 году. ELT был специально разработан для анализа свойств атмосферы и поверхности экзопланет. Благодаря высокому разрешению и существительности, ELT сможет обнаруживать крайне слабые сигналы от далеких планет, подобно JWST. Благодаря использованию адаптивной оптики этот новый телескоп также может корректировать атмосферные искажения и тем самым давать еще более четкие изображения и более точные данные. Для Проксимы B это означает, что ELT сможет проводить детальные спектральные анализы, которые покажут нам состав атмосферы и то, насколько высока в ней доля воды и других биомаркеров, таких как углекислый газ или метан. Кроме того, ELT может использовать методы прямой визуализации для поиска возможных признаков искусственного освещения или заметных структур на поверхности, которые указывают на наличие жизни или даже развитых цивилизаций. Отличия от JWST заключаются в двух моментах. Если JWST в первую очередь ориентирован на инфракрасную астрономию и для этого расположен глубоко в космосе, то ELT — это наземный телескоп с гораздо большей апертурой, что дает ему более высокое разрешение в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне. JWST идеально подходит для наблюдения за источниками глубокого инфракрасного излучения и изучения раннего периода существования Вселенной. ELT, с другой стороны, обладает широким спектром и продвинет нас в исследование экзопланет на шаг дальше, чем JWST. Вышеупомянутый телескоп Лувойр будет размещен в космосе и будет обнаруживать экзопланеты только для поиска биосигнатур, таких как красная кромка растительности. Еще один важный телескоп, который сейчас находится в разработке — Habitable Exoplanet Imaging Mission, или сокращенно HAB-X, который сделает первые прямые снимки землеподобных экзопланет и проанализирует их атмосферы. Нажми на кнопку подписки прямо сейчас и будь частью каждого нового захватывающего видео. Субтитры создавал DimaTorzok